Музыка Проходим инструктаж Завод Альстом Завод Альстом Электровозы Музыка Насколько здесь все Строго с техникой безопасности Делаем специальные насадки Такие оригинальные касочки Как кепочка Каскепка Смысл этой обуви Она защищает ваши носки Я называю их железные носочки Итак, Альстом Это крупная французская машиностроительная компания Один из мировых лидеров По производству электрического оборудования И железнодорожного транспорта Компанию выпускают железнодорожные Локомотивы Высокоскоростные электропоезда Трамваи Электрофильтры Для промышленного производства Ранее также имела В своем составе Судостроительное подразделение Проданное в 2006 году Напомню, что компания Альстом подписала соглашение С КТЖ О приобретении 20% Пакета акций В предприятии По производству локомотивов Расположенные в Астане Тем самым Альстом увеличил пакет своих акций До 75% Напомню, что Альстом вместе с российским партнером Трансмашхолдингом Пришел в железнодорожную отрасль Казахстана в июне 2010 года Когда был заложен фундамент Завода ЭКЗ Это рама первого пассажирского электровоза Который будет собран в Казахстане Каждому электровозу Не, каждому кораблю И электровозу дается название Да, имя Модель Да, у этого пассажирского электровоза Название Prima M4 Но для нашего заказчика КТЖ Это локомотив называется КЗ-4АТ Лучше Prima Вот это уже готовый каркас Грузового электровоза И вот сейчас вот по этой линии Получается идет сборка, да? Сварка Сварка Ну здесь сварщики там работают Все по чертецам С бумажечкой поют А почему нет, да? Вот с такого малого Потом потихонечку Глядишь, Казахстан будет собирать Самолеты Почему нет? И сейчас многие скажут О чем ты говоришь? Это же отверточная сборка Это же просто Тетрис Послушайте, а как развивалось производство В Китае, во Вьетнаме В той же Европе Все начиналось с малого С таких же заводов Мне кажется, это большой плюс Что в Казахстан приходят крупные компании И привозят с собой новые технологии Все крупные мировые промышленные гиганты Производят свою продукцию В азиатских странах Малайзия, Сингапур, Корея Вьетнам, Китай Поэтому если что-то в Казахстане появляется новое Этому нужно радоваться С этих первых шагов Простые работники Знакомятся с технологиями С производством Ведь у нас элементарно нету простых рабочих На этом заводе сейчас не хватает 130 работников Нету сварщиков, слесарей простых Новые такие сборочные Заводы Это только плюс Продвижению промышленности Развитию Казахстана Он не может ездить при морозе При минус 50 А наши электровозы казахстанские Они могут ездить при минус 50 До плюс 50 Слышали, да? Наши электровозы могут ездить При температуре минус 50 И плюс 50 Что меня еще порадовало Здесь в цеху очень тепло Нам посоветовали снять курки Я не стал И пожалею Сейчас жалею об этом Здесь идет покраска электровозов Вот в этом цеху Внутрь мы туда не можем попасть Потому как там Понимаете, да? Там запахи сейчас И это просто запрещено Вот сейчас выпустили В течение этого года Составы там Я слышал Там на Алмату Там южный Казахстан Там по-моему Еще куда На север Вот эти вагоны Собрались у ваших соседей Тальга, да? А ихний тяговый состав Где был собран? Они заказывали У них нет тягового состава Они просто вагоны Предоставляют Для перевозки пассажиров Да Что поставят во главе То есть какой локомотив Это будет электровоз Или цепловоз И уже решает сам оператор По электровозам По электровозам Вот все, которые здесь сейчас съездят Вот именно новые Которые собираем Собирают только Альстом Только Альстом Но есть старые электровозы БР-8О Либо в 80 Ихние преобладания Это советского периода Они там не знаю В 80-х годов И то есть наша задача Как для КТЖ То есть заменить Обновить их автопарк Вот по процентам Соотношения сейчас Старых электровоз Сколько процентов? Приблизительно Без понятия Видите вот эти цифры У КТЖ по их парку Да И сколько цифры могут тебе дать Конкретно электровозам? Нет, я понял Я просто Может я не знаю Да Нет, видишь там Например, я так думаю Что у старых электровозов Наверное процедует 60-70 Наверное При обладании старых Возможно Вот вас же Завод ставили Все равно С какой-то программой Того, что Он, например 20 лет Он востребован У нас с КТЖ Подписан контракт На поставку 300 О, все Я уже понял Это где-то Лет на 10 точно Загружено Электровоза И 119 пассажирских электровозов Всего Это получается 421 единицу Мы должны Поставить Для КТЖ Из них Мы поставили Уже 70 На сегодняшний день При этом Вы еще успеваете Вот за границу Проект Азербайджан Сейчас сделали Для Азербайджана Да, мы уже В 2014 году Подписали И вот сейчас уже А еще намеки Есть где-нибудь Узбекистан Наверное не закупают У них там свое Да, я так понял У них есть Как бы мы ведем Переговоры У Украины Большой потенциал С декабря 2018 года Мы начали Отгружать Азербайджанские Электровозы Вот сегодня Мы 11 Уже отправили Из 40 Вот уже Обретает Вид Электровоз Вот тут Это утепление Идет Кобеля Проводится Прям в изоляции Вот она Слоями Раз Два Три Четыре Пять Вот из этих Двух половинок Будет составляться Один такой Электровоз Здесь уже Видно Начата сборка Уже кабины Сколько проводов У нас в компании Есть фонд Альфстон Который в год Выделяет Около Одного миллиона евро На разные Социальные проекты В странах Вот в прошлом году Я Это была моя личная Инициатива Мы подали заявку На сотрудничество С Адбасарским Агротехническим Колледжем Для установки Современного оборудования В целях обучения Электрогазосварки Самый первый Электровоз 2012 года Стоит на Послуживании Почувствуем Почувствуем себя Машинистами Ты самый главный Сил Да? Ну ладно Я буду помощником Скорость Как он увеличивает Допустим Вот я Звонить хочу Просто Зажимают Обязательно Он должен поднимать Трубку Нет такого Чтобы Хэнс фри Технологии Допустим Я думаю Здесь Это не нужно Кнопка бдительности Вот эту кнопку Должен Машинист Периодически Нажимать Если он не нажал, значит, либо он заснул, либо с ним что-то плохо со здоровьем. 138 вакансий открытых, да? Открытых. Ничего себе. Поэтому количество большое. 138 человек нужно здесь. Квалифицированные вакансии на сайте HeadHunter, на InBikiz. Там в описании все, ссылочка, не слушайте здесь. Другие сайты. Смотрите мой канал и Ирлана. Кто вам нужен? Нам нужны маляры, нужны электросварщики, нужны электромонтажники, слесаря-механозборщики, испытатели. У нас есть, например, намотчики. Они у нас 3 месяца обучались во Франции. Сотрудники ездили в Индию работать, когда у нас был небольшой загруз. То есть там филиал, завод стоит тоже. Да, там завод тоже по сборке электровозов. Нужны были специалисты. И там нужны были рабочие руки. Есть ребята, которые уехали на проекты в Дубай. То есть они здесь выросли до какого-то определенного уровня. Их, как экспертов, пригласили в Дубай на рэд. Средняя зарплата какая? Средняя зарплата от 160. Это рабочих, не включая вредность. Это рабочие вы говорите? Рабочих, я говорю, да. Питание есть бесплатное. То есть мы... А здесь обедаете, да? Да, они полностью комплексный обед получают за счет работодателя. Надо было во время обеда приехать. Поесть, да. Еще не поздно мы можем спуститься в столовую. Спасибо за субтитры Алексею Дубай.